МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЕКОМПАНИЯ ВИД ПРЕДСТАВЛЯЕТ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире программа «Жди меня». Сегодня, как и всегда, мы расскажем вам непридуманные истории о людях, которые ищут и ждут. Итак, мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В Белоруссии недалеко от Минска есть город Раков. Здесь живет вот эта девушка, Ирина Лапцевич. Ей уже 18 лет. Всю свою жизнь она мечтает о любящей семье, о братьях и сестрах, о заботливых родителях. Мама отказалась от Иры еще в родильном доме. После ее трижды брали в приемные семьи, но каждый раз неудачно. Помню себя прямо точно с 7 лет. Меня в 7 лет забрали из детского дома в первую приемную семью. Был папа и мама. У нее был свой цветочный магазин, она была флористом. Мы с ней почти не общались, я всегда в своей комнате сидела. Ну, то есть было все равно, как у меня. Меня передали в другую приемную семью. Я считала, что это вообще идеальная семья, потому что ко мне хорошо относились поначалу. Мама не работала, папа лесник. У них было два сына родных. Еще у них была вторая приемная дочка, старшая. Со старшей дочкой мы очень хорошо общались. А потом со временем как-то все поменялось. Очень много били, не знаю, заставляли очень много работать. Потом меня забрали в опеку, я все рассказала. То, что я боюсь в этой семье жить, то, что мне страшно. Где-то в течение, наверное, месяцев-трех я была в приюте. Меня должна была забрать другая семья, баптисты. На лето они взяли меня, но им, видимо, что-то не понравилось. И они меня обратно вернули в приют. После очередной неудачной попытки обрести семью, Ира попросила больше никуда ее не отдавать и помочь найти родную маму. Да, я встретилась с мамой один раз, и это было в 13 лет. Когда ехали туда, страшно очень было. Ну, получается, приехали, она выходит навстречу, я выходила из машины. Она просто вот уходит, становится, складывает так руки. И я говорю, ну, здравствуй, доченька. Ну, типа, и все. Я думала, там будет объятие-то, не знаю, слез и вот такого плана. Ну, такого не случилось. Поэтому какое-то разочарование было. В 50 километрах от Ракова на реке Уше расположился город Молодечна. Здесь живет Виктор Лапцевич, студент Молодечненского государственного колледжа. От него мама тоже отказалась сразу после родов. Ну, это вот как я попал в этот детский дом, вот самое несчастное. Случилось вот событие, да. Это когда я не видел своих родных с детства. Усыновлять Витю никто никогда не пытался. Родные его не навещали. Все детство он провел в детских домах и интернатах. Ну, в своем детстве я помню, что я, ну, вот, был маленький. И попал в детский дом. Все, это все, что я только помню. Мне стало 7 лет. Я пошел учиться в школу, поступил в школу. Прошел все 9 классов. И вот поступил сюда, в государственный молодечнинский колледж. На сварщика-электрика. Витя часто спрашивает себя, есть ли у него хоть один родной человек? Нужен ли он хоть кому-нибудь на этом свете? Ни о братьях, ни о сестрах ему ничего не известно. Ира проявила невероятное упорство и нашла почти всех своих братьев. Одного из них Степана усыновили. Он живет сейчас в Италии. А два других, старший Дима и средний Женя, оказались совсем неподалеку. Осталось разыскать только самого младшего, Витю. Мы с Женей встретились в Минске погуляли. А с Димой так и не получилось встретиться. С братьями-старшими у меня как-то особо не сложилось. Я надеюсь, что с младшими сложится все. Будем встречаться, гулять, общаться, поддерживать друг друга, помогать друг другу. Витю нашла вот эта женщина. Ее зовут Ирина Кравец. Она работает специалистом по таможенному декларированию в городе Гродно и является добровольным помощником нашей программы в Белоруссии. За восемь лет Ирина Кравец нашла более трехсот человек. Она и сообщила Вите о том, что его ищут. Что у меня есть родные? Ну, я сначала не поверил этому. Но потом, когда вот мне вот рассказали педагоги, я вот уже поверил, понял. Вот даже связался с редактором этого телевидения. Да, связался с редактором, и все, вот. Тогда я уже понял и верю теперь этому все. Неожиданно вот это все. Ира так до последнего и не поняла, что все это время ехала на встречу с братом. Даже когда мы уже приехали в колледж, где учится Витя. Но осознав наконец, что происходит, попыталась подсмотреть за студентами и угадать в одном из них знакомые черты. Ну, есть там... Ну, пожалуйста, покажи. Я не знаю. Вот... Вот или вот. Мне кажется, что третий вот оттуда с краю. Да. Либо вот второй, я не знаю. Не знаю. Нет, все, я просто в сторонку, чтобы... Второй. Третий, либо второй. А я могу сказать... Нет. Не узнала. Не узнала. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Привет. Какой ты красивый. Не важно ничего сказать. Спасибо. Сколько тебе лет? Мне 18. 18? Да. У меня скоро будет 18 тоже будет. Ну, у меня 19 скоро будет. Понимаешь. Ну, сколько лет, сколько зим? Уже скажу. Уже скажу. У меня трясет же. Да не трясет, это будет нормально. Расплата. Что расскажешь о себе хотя бы? Что тебе рассказать? Работаю. Работаешь на кем? Да. Комплектовщиком на складе. Ну, плохо зарабатываешь? Нормально все? Ну, я сейчас только устроилась. Ну, зарплата нормальная обещает. Вот. Понимаю. Поэтому... Не, ну, ты похож на братьев старших. Ну, тут чисто эти... Угу. Но они полненькие такие. Это худой, высокий. Они такие толстенькие? Да, толстенькие. Водвоем такие пухленькие. Кто? Дима и... Дима и Женя. Через две недели мы позвонили Ире и Вите, чтобы узнать, как изменилась их жизнь после встречи. И продолжают ли они общаться. Ну, на самом деле эмоции вообще отличные. Мечта моя сбылась. Ну, видите, более ближе, близкий человек, чем вот старший братьев. У нас общение будет намного лучше, чем со старшими братьями. Переписываемся каждый день, там, рассказываем друг другу, что случилось за день, там, что новое. Вообще планируем встретиться, ну, не встретиться, а собраться вместе и где-то в Минске, вот. И вам спасибо большое за помощь и за все. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда нам пишут дети, это всегда очень трогает. Особенно, когда они ищут кого-то не столько для себя, сколько для своих близких. Сейчас я бы хотела показать вам заявку, которую прислала нам 14-летняя Даша Зубарева из Красноярского края. Она надеется, что мы поможем исполнить заветную мечту ее папы. Я рисую портрет своей сестры Алены. По рассказам папы он рассказывал, что у нее светло-русые волосы, голубые глаза, ну, нос такой же практически, как у меня. Я знаю, что Аленке сейчас 33 года, что она похожа на меня внешним характером, она такая же прямолинейная и бойка, как я. Я видела, как он тосковал по ней и решила порадовать его. Если Алена найдется, конечно, он будет счастлив. Они столько лет не виделись. Дочери Алену я не видел уже примерно с 92-го года. Это около 30 лет. Она была маленькая, а мы разошлись с ее мамой. Ну, после развода они вместе с дочерью переехали в Приморье. В Приморье они близко. У меня была здесь работа, мне надо было увольняться с работы. И еще, ну, были свои веские причины, которые не пускали меня. Не всегда получается то, что хочешь. Не то, что не хотел ребенка видеть, а то, что оно у нас не сложилось, жизнь сразу не прошла. Потому что я не захотел возвращать свое отношение к съемателям. И все, и они, ну, вот послали фотографии. Алена, доча, ты была первой, наверное, мой ребенок, который желанный был, у которого я хотел, я бы хотел увидеть тебя. Посмотреть, как ты выросла. Ну, и рассказать маленечко своей негодышной жизни. Тебя тем более хочет увидеть твою... Твоя сестра и брат еще, и младшая сестра. Сестренка, я буду очень рада с тобой познакомиться, увидеться, пообщаться. Наши, ну... Я надеюсь, что моя мечта сбудется, и когда-нибудь я тебя увижу. Нам от тебя не нужно, ну, ни денег, ничего, ни славы. Просто чтобы ты была рядом, хотя бы отозвалась на нашу просьбу. АПЛОДИСМЕНТЫ Совершенно точно могу сказать, что Даша очень настойчивая девочка. Потому что сегодня она приехала к нам в студию вместе со своим папой. Дмитрий Тимофеевич, Даша, проходите, пожалуйста, к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите, присаживайтесь на диван. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы очень рады вас видеть. Дашенька, ну это так трогательно было в сюжете. Ты умница. Ты умница. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень похожа на тебя. Это безумно трогательно, что ты так хочешь помочь папе. Ну как ты думаешь, найдем сестру? Ну да. Остается надежда. Правильно. Вот надежда всегда должна быть. Ну расскажите нам подробнее про Алену. Где вы познакомились с ее мамой? Как она появилась на свет? Где? После службы в армии я остался в Приморском крае. Познакомился с ее мамой Аленки. Она была тогда молодой, я тоже был молодой. Потом сыграли свадьбу. Жили в Приморье. Потом поехали в Сибирь съездили к моим родственникам. Потом назад приехали туда. По рабостовши там родилась Алена. Алена родилась в Приморье, в городе Арсеньеве. Где-то в ноябре месяце она родилась. Мы какое-то время прожили еще в Приморье. Ну, мне климат не подошел сильно. Начало раздражение лица эти. Мы собрались, уехали в Сибирь. Но тут у нас получились маленькие разногласия. Мы же зашли с ней. Что между вами произошло, не хотите рассказывать? Нет. Можно это не... Конечно, абсолютно. Имеете полное право, да. Так что... Ну, ребенок родился, ребенок ни при чем. Так получилось в жизни. В 15 лет я последний раз видел... Ну, у Ольги была подруга. Люся, она показывала мне дочину фотографию в 15 лет. Ну, она ее забрала. И я до сих пор не знаю больше. Получается, сколько лет вы не виделись? Не виделись мы где-то лет 30. Аленке было три года. Ну, чуть по-старше маленечко. Как думаете, может быть у дочки обиды за то, что не поддерживали контакт? За то, что потеряли контакт? Конечно. У ребенка все равно остается след на душе шрам. Там в сюжете промелькнула ее детская фотография. Давайте еще раз ее посмотрим. Ну, давайте. Тут, мне кажется, вы похожи. Нет? На Даши, мне кажется, похожи. Похожи. Сильно похожи на Дага. А покажи картину теперь свою. Во! Здорово. Она специально рисовала. Очень красиво. А ты учишься рисовать? Нет, просто занимаюсь. Ходила в кружок. Не хочешь пойти дальше рисовать? Учиться на художницу? Нет. Нет. Да не хочешь. Но рисуешь здорово. Она хочет быть... Врачом. Врачом. Нервопатологом. А какие-то творческие увлечения у тебя еще есть? Творческих? Ну, таких нету. Я занимаюсь туризмом. А никогда не бродили такие мысли? Вот стать моделью, например? Угу. Ну, может быть, у всех девочка-то есть, нет? Ну, честно говоря. Ну, может, где-то промелькнула разок мысль. А вот бы сейчас на подиум выйти в красивом платье, а? Да? Да, вот. А сейчас я покажу одно видео с репетицией одного, скажем так, дофиле. И в нем участвуют девочки примерно твоего возраста. Вот посмотри. Девочки, готовы? Да. Все, давайте начинаем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Счастливые мамы и бабушки сидят дома. СМЕХ СМЕХ Даш, ну как думаешь, зачем мы тебе показали этот сюжет? Может, как-то связано с сестрой? Как-то связано, вы правы. СМЕХ Ну, там я узнал свою бывшую жену. СМЕХ Бывшую жену? СМЕХ Очень похоже. Посмотрим дальше тогда. СМЕХ СМЕХ Меня зовут Зубарева Роксана. Я хожу на модельный. Мы ходим там проходки. Две вот эти проходки. Первая это была сказочная красавица, а вторая купола. На занятия в модельный центр Роксану всегда приводит мама. Бабушка девочки умерла еще до ее рождения. А дедушка существует только в детских мечтах. Роксана никогда его не видела, но часто представляет, каким он может быть. Я представляю, что он будет добрым, хорошим, высоким. Играла бы с ним, ходила куда-нибудь в лес, например, за грибами или за ягодами. Мама Роксаны, Алена Зубарева, никогда не рассказывала дочери про дедушку. Хотела бы, но она сама о нем практически ничего не знает. Я точно не знаю, до какого возраста он меня воспитывал. Где-то, наверное, года до двух. И мама потом уехала. Ну и все, и у меня связь с ним потерялась. Мама ничего плохого о нем не говорила никогда. Ну и так толком мы и не разговаривали. Потому что поначалу я была ребенком. Потом я подросла, был какой-то максимализм ребенка. То, что вот, не хочет, не надо. Потом, когда уже подросла, когда уже сама родила дочку, стало интересно. Я искала его, но его не нашла. Очень много Зубаревых. После звонка из редакции «Жди меня» Алена долго не могла поверить, что отец тоже ее ищет. Она думала, что это какая-то ошибка. Пока наши редакторы не показали ей вот этот снимок. Мне скинули фотографию мою детскую. Ну и оказалось, что у меня есть тоже такая фотография, только немножко другая поза. Это платье шило. На те времена было туго с деньгами. И мама мне шила платьишко сама. И, в общем, вот так и подтвердилось, что это мой папа. Всем детям мне не хватало родного отца, который бы воспитывал, обнимал бы меня, играл бы со мной. Я переживаю о том, что он... Ну а вдруг вот он ищет, и вот кого-то представляет, ну, другую Алену. А тут я боюсь, что я ему не понравлюсь. Пап, я хочу тебя очень сильно увидеть. Узнать тебя по возможности. Познакомиться с твоей семьей. Чтоб ты познакомился с моей дочкой. Чтоб она смогла называть тебя дедушкой. Я надеюсь, у нас все будет хорошо. Дочка у меня уже взрослая. Ждет встречи. Дедушка, привет! Я бы очень хотела увидеть тебя и жду нашей встречи. Я бы хотела узнать, какая у тебя семья, какой ты на самом деле. Хотела бы познакомиться с тобой и с твоей семьей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Видите, Дмитрий Тимофеевич, Алена на вас совсем не обижается. А красавица какая? Ну да, честно так сказать. Даша, а ты нашла не только сестру, но и племянницу. У тебя племянница. Младше тебя всего на год с небольшим. Самая еще маленькая уже тетя. СМЕХ Конечно, здорово, когда находишь близких людей. Все здорово. Еще бы. А покажи еще раз, пожалуйста, портрет. Что-то все-таки... Мне кажется, как будто бы даже похоже. Но пора подарить портрет сестре. Я тоже так думаю. Приглашаем. Алена Дмитриевна, Роксана, выходите к нам, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдемте встретим. Давайте их встречать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Была за прошедневные почте. АПЛОДИСМЕНТЫ Фу, на маму похоже. Да, да, да. А это точно моя сестра. Тоже похоже. Очень сильно на меня похоже. Спасибо огромное, передача. Огромная вообще. Я бы тоже хотела сказать, я не верила. Спасибо вам огромное. Таким людям, что они существуют, они дарят радость людям. Спасибо огромное. На самом деле, мы сами так радуемся, когда случаются такие встречи прекрасные, и когда добро торжествует, когда любовь, и все хорошо. До свидания. Спасибо большое. Будьте здоровы, берегите друг друга. Спасибо. Я не знал, честно, я не знал, где тебя искать. Ваша жена здесь? Жена моя в Красноярске, там же, где мы и жили, в принципе, только станция Минусинск. Это я помню этот город. Ну, я не город помню, я помню, что там, где-то мы там были, в Минусинске. Это я все, ну, как бы, что-то такое знакомое. Так что вот так вот, как-то. Это помню. Снова и снова убеждаюсь, что жизнь причудливее любого вымысла. Смотрите. Звать меня Сергей Фогель, Сергей Яковлевич. Фогель, получается. 37 лет. Ищу я своих биологических родителей. Был женат, да, разведен сейчас. Трое детей. Младшая девочка инвалид. Старший сын, 16, и дочке 15. В 95-м мы приехали в Германию. До этого жили в Казахстане. Там я родился тоже. Устанайская область, Северный Казахстан. Как я уже говорил, что дочь у меня инвалид, младшая. Ну, посоветовали одну женщину. Она вроде как ясновидящая. Что-то в этом роде. Когда вот ребенок, как бы больной, хочешь помочь. Старайся за каждую соломинку зацепиться. Пришел к ней вот с этой просьбой, как бы вот, чтобы посмотрела дочь. Может, что посоветовать смогла. Ну, вот и она мне как-то задает вопрос, кто мои родители. Должен имя был сказать. Имя, фамилия. Она говорит, это не твой отец. Потом спрашивает мать, говорит, это не твоя мать. Ну, когда я уже называю это имя, она говорит, это не твои родители. Ну, я что-то так про себя подумал. Ну, думаю, как бы очередная там шарлатанка, что-то в этом роде. Я ее заодно, она мне вообще за третье что-то рассказывает. Ну, думаю, ладно. Бог с ней. Ну, и вышел. Ждал меня отец снизу в машине. Вот, сел в машину, тронулись. И отец спрашивает. Ну, как прошло? Что сказала? Ну, в плане дочки. Я куда-то так особо нечего. Говорю, вот единственное, что я сказал, что вы не мои родители. Он говорит, ну, ладно, давай, тогда сам тебе это сейчас похоже. Мы тебе сами все расскажем. Ну, вот тут я, конечно, немножко опешил. Думаю, нифига себе поворот. Да, ну и вот так вот они потом сказали, что усыновили меня, когда был маленький. Вот там пару недель мне было что-то такое. Вот так вот я узнал, как в индийском кино, что не родной родитель. Мне было 21 год. Мы с супругой только поженились. И врачи сказали, что детей у нас не будет. И мое было решение взять ребенка. В первую очередь мы хотели дочку. В один прекрасный день нам позвонили, что можете приезжать за девочкой. Мы стали искать там комплект розовый, но мы не нашли. Все голубое было. Все так говорили странно, говорит, вы же девочку берете. Мы приехали в роддом, говорит, девочку забрали, остался мальчик. Нам его показали, он такой красивенький был. Мы его с удовольствием взяли. И мой муж Яков, говорит, это хорошо, как будто мы подрассчитали, что голубой комплект взяли, как будто Господь сказал, берите голубой. Вот так у нас появился сын. Он был Полунин Сергей Сергеевич, 7 января он родился. Мне лично известно, что молодая мама родила его будущей студенткой и оставила в детдоме. Молодая студентка от декана, что ли, как говорится, некрасиво, говорит, что она гуляла. Но за оценку или что, что такое вот. Мы подробностей не спрашивали. Как-то раз вот тоже я с дочкой в больницу ездил. И там бывает вот в плане генетики они начинают спрашивать, болезни какие-то, может, где-то что-то были. И тут я, получается, уже не могу ничего сказать, потому что я не знаю биологических родителей. Любая мать, как бы там ни было, ну, родила ребенка на свет. Может, и хотела бы, конечно, узнать, увидеть когда-то, где ее сын, как, что с ним. Ну, что я могу сказать? У всех бывают ошибки у молодых мам, у молодых, вообще у молодежи. Если живы родители биологические Сергея, нашего сына, то, пожалуйста, отзовитеся. Он от вас ничего не хочет, он просто хочет знать свое происхождение. Скажу одно, ни на кого зла не держу, ни на вас. Я все прекрасно понимаю. Время такое, как бы, ну, все мы люди, все мы не без греха. Как бы, в этом плане не надо ни переживать, ничего. Надеюсь, что отзоветесь. Ну, а там дальше, как говорится, дальше больше. Нам часто пишут усыновленные дети. Узнать хоть что-нибудь о биологических родителях хочется даже самым благополучным из них. Но когда что-то в жизни не складывается, когда рушатся связи еще и с приемной семьей, поиски эти становятся по-настоящему отчаянными. Так произошло с наших следующих гостей. Заира, мы тебя ждем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Заира. Привет, привет. Проходи, садись сюда на диван. Заира, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, кого ты ищешь? Я ищу своих биологических родителей. Во время войны в Чечне потерялись. В 95-м году, во время военной действии, бомба попала в наш дом. Мои родные родители отвезли в больницу. Был тяжело раненый. И меня, якобы, другие люди забрали и отвезли в Дагестан. И отдали приемным родителям. Угу. Сколько тебе было лет? Два года. Два года? Малышка совсем. Ну, конечно, ты не можешь ничего помнить. Я ничего не помню, ничего не знаю. Я просто знаю, что я на русском языке разговаривала, и меня Хейдой звали. Рассказали тебе это, да? Не, мне никто ничего пока не рассказал. Я знаю, что, ну, когда было мне 6 лет, мама меня отправила за хлебом. Наша соседка Элина, она меня позвала, сказала, что ты приемная дочь, что ты не родная их. А я хлеб не купила и пошла босиком домой и сказала маме. Я приемная. Она сказала, ничего не говорила, но мы пошли к этой девочке. Она меня на улице оставила, зашла она. Сказала, зачем вы так говорите, мы сами ей все расскажем. Сколько раз, сколько раз, сколько таких вот страшных, трагических историй мы уже слышали здесь, в этой студии, о том, как дети ищут своих родителей, обязательно найдется какой-нибудь человек или в магазине, как в твоей истории, скажут, а ты приемная? Или почему дети такие жестокие, когда дразят в классе, говорят, ты приемаешь? Почему люди хотят сделать больно, еще больнее, человеку, которому и так тяжело жить на свете? Люди, не делайте этого, не будьте такими. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я уже чувствовала, что я неродная ихня. И детские фотографии у меня не были. У братьев было, а у меня не было. Я сказала маме, почему у меня детские фотографии нету, а мама сказала, что я всегда у родственников была. Вот. Ну, уже когда я уже стала взрослой, в школе меня тоже, когда мы поругались, обзывались, что-то я приемная, вот так. Второго класса урока я пошла домой, посмотрела, есть какие-нибудь документы. Но я нашла заявление. Пятое из листов было. Там написано было во время военной действий, то, что, как я вам сказала, сейчас, в бомба попала наш дом, и мои родители отвезли в больницу, вот так. А последнее было написано имя. А там были родители? Да, были Хасуев Магомед Магомедович и Хасуева Айзан. Там было написано. А я Хасуева Хейда Магомедовна. А мой брат... Получается, дата рождения какая у тебя? Они сейчас, дело, 94-го года, а получается, я 92-го так. 92-го года рождения? Ага, если два года мне в то время было. Ну, это все, что я помню. Угу. Вот. А какие отношения с приемными родителями? Ну, с приемными родителями сейчас у нас нет отношения. Что-то случилось? Да, мы разошлись. Не хотите рассказать? Нет, я это не хочу. Ну, наверное, серьезный какой-то конфликт, да? Просто ты не хочешь говорить об этом? Ну, это уже серьезный конфликт. Просто они являются, ну, в общем-то, единственными, может быть, кто знает что-то чуть больше. Нет, если я конфликт расскажу, что маме плохо станет, я боюсь. У нас отец недавно умер, вот. А мама три раза инсульт получила, если я еще раз скажу. Но мама, папа, со мной хорошо относится. Я при ней хочу сказать. Ну, знаешь, самое главное, то, что ты о ней так беспокоишься, это уже о многом говорит. Ну, я люблю ее. Я ради нее не хочу рассказывать, рассказывать какие-то семейные тайны, это прекрасно. Значит, так и не надо. Я думаю, что если у тебя искра в душе теплится, думаю, что ты померишься с мамой, и все будет хорошо. Ну, я в этом почему-то уверен. Ну, они разные истории говорят. То один раз говорили, что у меня мать алкашка была, и за 100 рублей у нее взяли меня. А сейчас в третий раз они говорят, что из Астрахани меня взяли, яблочный сад, они говорят, оттуда меня взяли, говорят. Я уже сама не пойму. Я правильно понимаю, что приемные родители рассказывают совершенно разные версии? Нет, разные. Да. Да, но отец рассказал уже 4-5 раз одну и ту же историю, которую на заявлении было написано. Моя мама все это знает. Я не спала, она просто с братом разговаривала. Брат сказал, может, мы все расскажем, а мать сказала, нет, я не буду ей ничего рассказывать. Вот. Я давно ждала, чтобы она мне хоть что-нибудь рассказала. Но она не рассказала. Но она до сих пор молчит. Из-за того, что я это заявление нашла, я в школе показала это заявление учителю. Я не успела до дома дойти, меня избили. Мой брат. Из-за того, что я это заявление показала. А с тех пор я заявление вообще не нашла. Страна, ты имеешь полное право знать. Ну, все говорят, что я не имею права. За то, что меня они воспитывали, выросли, говорят, что я не имею права. Что у меня нет никого, говорят. Скажи, пожалуйста, у тебя у самой сейчас есть семья? Да. В Чечне. Есть. Дети тоже есть. Детки есть? Четверо. О! Как здорово! АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько твоим детям лет? Ну, старшему 10, второму уже 8 будет сейчас в июле, а дочке 6 лет, 4-му 4 года. Наверное, когда ты сама стала мамой, наверное, еще больше захотелось найти. Да. Ты нам прислал свою фотографию. Да. Покажем ее. Угу. Ну, здесь тебе сколько? Ну, здесь я не помню. Ну, так, ну, года 3,5-4, наверное, да? Что-то такое. Ну, наверное, да, года 3. Я так понимаю, что это единственная фотография, которая у тебя есть, поэтому она не очень хорошего качества. Очень не то у меня, кроме этого. Ты знаешь, я не хочу уверить в то, что у тебя никого нет. Я очень надеюсь, что сейчас кто-то из твоих родных смотрит телевизор, видит эту фотографию и узнает в этой фотографии в этой маленькой девочке свою доченьку. Попробуй, возможно, сама обратиться прямо к ним. Я не хочу делать больно маме, поэтому... Я хочу, чтобы моя приемная мать, но она мать мне, чтобы она мне рассказала все. Только она знает. Все это. Мы будем надеяться. Может быть, она посмотрит нашу программу, вдруг она вернет. Может быть, он и будет каким-то главным. Может быть, смягчится. Как зовут приемную маму? Марьян. Уважаемая Марьян, у вас замечательная приемная дочь. Она взрослая, она мудрая, она вас очень любит, она вас очень бережет. Мы очень вас просим, расскажите ей, откуда она. Для нее это очень важно. И при этом она не станет вас любить меньше. Она будет вам еще больше благодарна. И еще больше будет вас любить за то, что вы расскажете ей о том, о чем она так кричит внутри себя. О чем ее слезы. Мы очень верим в то, что все закончится хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрите, вот фрагмент одной из прошлых программ. В последние годы появился новый тип заявок о Великой Отечественной войне. Нам все чаще пишут те, кто ищет совершенно посторонних людей, чтобы передать случайные найденные реликвии. АПЛОДИСМЕНТЫ Апрель 1943 года. Москва. Проспект Мира. В дом напротив памятника рабочей колхозницы приходит письмо с фронта. Муж пишет жене, которая осталась одна с четырьмя детьми. Это письмо должно было прийти по адресу улица Фабричная линия, дом 2, квартира 12. Но дошло ли оно до своего адресата, неизвестно. Спустя 48 лет в 1990 году в соседнем от указанного адреса доме покупает помещение под офис 40-летний инженер-физик Магомед Ахмедович Магомедов. Разбирая хлам, оставленный прежними жильцами, он находит то самое письмо. В архивы обращаться? Помните, что было у нас в 1991 году? Отпущенные цены. На улицах милиции нет, во все бандиты хозяйничают. Искать кого-то, это просто нереальная задача была. Когда мой папа рассказал про то, что он нашел это письмо, я была гордать, во-первых, тем, что папа его сохранил, а уж тем более он доверил мне возможность взять и отыскать родственников, чтобы передать уже лично в руки это письмо. Письмо подписанное Шведовым Сергеем Степановичем. Получила информацию о том, что он, к сожалению, погиб. Думала, когда тыщу, передам ему лично в руки, значит, есть хотя бы дети, внуки. Наша семья нашла это письмо, и мы хотим лично передать вам. Я думаю, что это будет большим удовольствием, может быть, печальным, но тем не менее удовольствием найти, вот, внезапно найти и обнаружить этот кусочек истории своей семьи, своей истории. После показа в эфире этой истории все сотрудники программы очень надеялись, что потомки Сергея Степановича Шведова откликнутся. И не зря. На горячую линию программы «Жди меня» позвонила внучка солдата, Анжелика Орлова. Она сообщила, что жива ее мама, дочь автора письма, Нелли Сергеевна. Вместе они приехали в нашу редакцию. Меня зовут Нелли Сергеевна Щербинина. Я та самая Нелличка, которая упоминалась в письме солдата. Этот солдат мой папа. Который ушел на войну и не вернулся. Ну, папа двойной работал токарем. Ну, человек был, он очень всесторонний, развит. Он очень музыкальный был. Играл на гитаре, на баяне, на гармошке, на балалайке, на тубе. Это духовой музыкальный инструмент. Веселый был человек, заводной такой. Хотя был простой рабочий. Когда папа ушел на фронт, связь мы с ним не теряли. Он писал, конечно, спрашивал, как дети, как мама. Мама жаловалась, что трудно, конечно, тяжело ответить четверых одной ей. Но он поддерживал ее, как мог. Переписка оборвалась с ним в 43-м году, в июле. А в августе принесли извещение маме о том, что он погиб уже. Славянский район, Сталинская область. Теперь это город Донецк, Донецкая область. Ну, мне было тогда три года. Мама заплакала. Я спросила маму, что плачешь. Она сказала, что папа твой погиб. У меня маленькая была я, конечно. Только что она плачет. И я заплакала. А так-то я особо не понимала. Не соображала еще. Папа уходил на фронт. Квартира наша по адресу была. Фабричная линия, дом 2, квартира 12. А потом дом наш этот... Еще менял два раза адреса. Был уже у нас адрес даже Ярославск, дом 96. А потом еще один, последний адрес проспект Мира, дом 186. Ну, квартира 12, та же самая. Она дома до сих пор стоит. И комната наша до сих пор цела, откуда папа уходил. Дом вот этот, в селе, в котором мы жили, спешки надо было освободить, комнату маме. И как-то, видимо, какое-то письмо у нас, наверное, выпало. Очень ценное письмо. Очень ценное. Письма мало осталось, поэтому это очень ценное. Спасибо большое товарищу Магомедову. Спасибо. Еще сохранил бы с ним. Здравствуйте. 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 Спасибо. Здравствуйте. Вам спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Марзият. Спасибо. Меня зовут Сергеевна. Очень приятно. Передаю вам лично письмо вашего отца, который погиб на фронте. Спасибо. Ну, вы, посмотрите. Вот, поверните. А, вот. Вот, пожалуйста. Вот само письмо, вот документы из архивов. Спасибо огромное. Да. Вау. Здравствуй, дорогая супруга Клане. Вообще, что есть нового? Как Валя работает или нет? Если нет, то почему? Затем до свидания. Остаюсь ваш Сергей Шуедов. А какое это число? Число это? Это март 43-го года. А у нас еще есть письмо. У нас тоже такой же треугольный. От июня 43-го. А Валгарси он уже погиб. Спасибо. 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 Спасибо, что есть такая программа хорошая. Спасибо. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ